здравствуйте сегодня мы продолжаем наши разговоры на политической кухне напоминаю что если вы нас сейчас видите значит вы или смотрите нас на сайте слухи и факты или в кабельных сетях компании интерком т.л. сегодня я алексей мошкевич редактор журнала тысячи экземпляров принимаю здесь данилу бедя его как про него написано в его твиттере председателя регионального отделения паблик партии яблоко политика активиста автора молодежных проектов да все верно алексей здравствуйте дали вода первый вопрос вы начинали путь свой в политику есть так можно сказать работая или сотрудничая с иностранным агентом с ассоциации голос и наблюдали за чистотой выборов свое время и помнится мы даже делали проект совместные на сайте наблюдения за выборами до в результате которого помнится один высокопоставленный полицейский получил строгий выговор вот это видимо это было самым главным результатом проекта надеюсь нет да потому что единая россия была сильно недовольна сейчас потом вы работали над молодежной столицей европы сейчас вы возглавили яблоко вы перестали наблюдать за выборами потому что в голосе стало небезопасно или просто вы решили в них поучаствовать в самих выборах и сделать себе другую политическую карьеру или по какой-то другой причине я скажу честно что в голосе было небезопасно всегда с первого дня нашего сотрудничества и когда мы только-только начинали деятельность в голосе было всегда небезопасно и на самом деле самых первых даже до того как мы заключили договор на ивановскую область свое время мы уже имели до заключения договора проблема там с правоохранительными органами и с давлением и так далее так далее самое важное хочу поправить чтобы вот эта история не прерывалась то есть в яблоко в яблоко вот до голоса был еще союз правых сил которым я в общем-то горжусь не меньше и сотрудничеством с такими людьми как колесов кабана да это я по-прежнему их считаю в принципе ну своей команды мои наставники поэтому моя история она все-таки чуть шире в плане политики поэтому когда спс у нас в общем-то приказал долго жить 2009 году действительно был голос потому что партии не было сейчас я искренне считаю что ну голос понятно голос на мой взгляд уже вообще закрытый проект а вот яблоко яблоко я считаю яблоко выигрывает в регионах посмотрите в москве до москве очень сложно противостоять а в регионах небольших городах яблоко выигрывает стабильно набирает свои проценты 5-7 вы возглавили местное отделение в марте и по слухам согласование на эту должность шло очень долго и сначала на нее рассматривался рассматривалась кандидатура депутаты и в гордумы бизнесмена александра сапожникова который имея бизнес мог в том числе и обеспечить функционирование финансами поддержать функционирование яблоко местного почему на ваш взгляд остановились на вас они на нем ну вы знаете мне крайне любопытно узнавать некоторые вещи прямо вот в прямом эфире на передачи я действительно прямой эфир но тем не менее я надеюсь вы это не вырежете но тем не менее мне я этот факт не знал по поводу сапожникова я знал что один около политический такой хитрый шустрый деятель пытался возглавить яблоко это я знал что он там обивал пороги у метрохина и так далее но в итоге то есть его просто послали куда подальше что касается меня то эти переговоры так скажем прикидочно велись еще с осени потому что с будановой я знакомый очень ее уважаю прикидочные переговоры велись осенью но я им признаюсь даже значение не придал да и предложение мне было сделано в январе в январе и предложение да не скрою она была прямолинейно сделана по поводу вступить не просто в партию возглавить региональное отделение и в общем-то повести его к победе дальше на думских выборах на городских выборах так далее тогда то есть это хочу подчеркнуть это проект не но не времянка если можно так сказать хорошо вот такой обывательский вопрос если был сапожников то он из бизнеса там немножко отстегивал бы на содержание отделения из каких средств вы получаете зарплату оплачиваете офис содержите сотрудников в яблоки я зарплату не получаю у нас получает зарплату два сотрудника и вот этот и вы снимаете да небольшой штат офис какие-то наши текущие расходы нам оплачивается федеральная яблоко да и здесь все нормально потому что яблоко набрало больше трех процентов на прошлых думских выборах федеральных они получают финансирование из бюджета кстати как ни странно вот кто-то считает это несправедливым но это закон вот плюс насколько мне известно под авторитет явлинского под авторитет других людей яблоко до сих пор получает спонсорские средства не такие уж маленькие и при этом в отличие от голоса не является иностранным агентом но он является политической партией официально зарегистрирован я пошутил да если вы пытаетесь какие-то не давайте еще поищем если давайте давайте поищем давайте поищем вот вернуться если к вашему назначению то давайте поищем все знают что михаил мень известный в прошлом яблочник и в городе ходят такие разговоры что именно он посодействовал вашему назначению в благодарность за ваше участие в проекте молодежная столица европы это как вы отрабатывали агитбригады на путинском народном фронте ясно если бы было все так просто алексей если честно это знаете вот эти слухи которые доходят в том числе до меня и доходили даже еще раньше моего избрания потому что там все-таки была процедура избрания в регионального отделения но вы знаете если бы если бы я действительно этим управлял я бы сам распускал слухи что у меня есть прямой доступ к губернатору там речь не идет о прямом доступе речь за то что вы поработали за него за эти слухи что у нас такая связь я наверное еще сам должен приплачивать на самом деле нет я готов данной передачи сражаются услуга день на принимаю в козлача значит с будановой с будановой такой разговор велся у них действительно был кризис вот этого лидерства там уходил от них этот я забыл его фамилию который сейчас в общем у них был кризис лидерство работ и может быть я не исключаю что здесь совпали какие-то ее договоренности какое-то ее видение может быть кто-то и насоветовал но мы сейчас по моему никто не жалеем и яблочники не жалеет метрохин не жалеет то есть я работаю на яблоко на самом деле я работаю в партии ну вот если говорить вернуться к началу разговора о вашем политическом пути что подвергло вас молодого человека либеральных взглядов сторонника демократии участвовать вот в этой вот борьбе народного фронта с народом агитировать ездить по области за путин вот не укладывается у меня это как-то в единую картинку да вот на этот вопрос я последний год уже отвечаю сначала я на него на этот вопрос отвечал но немножечко как-то боялся стеснялся неправильной оценки на самом деле вы правильно сказали я человек молодой я многое пробую и на самом деле вот этот проект который мы с ребятами начинали молодежная столица европы и молодежной столицы лапка очень народный фронт но в принципе в принципе это было все связано никто этого не скрывает то что наш нас поддержал губернатор в рамках проекта меня поддержал губернатор в рамках проекта и в общем-то когда поступило предложение с их стороны то есть молодой и один раз вроде да не они вытерпасс нет но с другой стороны мы поездили вы знаете думаете там в районах кого-то интересует так политика там когда приезжают речь речь от меня на чьей стороне хорошо а я еще есть я еще стране яблоко яблоко на сентябрь ских выборах будет сотрудничать с народным фронтом нет почему можно попробовать вы же молодой нет мы говорим о партии яблоко да не будет хорошо тогда еще раз вернемся к моменту вашего назначения вот яблоко вроде бы не по такая не правительство не про правительственное не про единороссовская партия и первый раз на моей памяти назначается руководитель отделения вот не единой россии который получил в приближенных к правительству и в правительственных сми такую раскрутку как вы большой материал в ивановской газете большой материал в рабочем крае актуально на барсе то есть все сми которые власть обслуживают как-то так возбудились это как бы результат вашего личного обаяния или каких-то договоренностей но со сми я работаю достаточно давно я считаю что у меня это делать получается у меня ну выстроены за уже пять лет в политике достаточно неплохие связи в средств но андрей назарова тоже были выстроены отношения но и вообще один сказать вообще отдельная история да ну наверное нужно что-то сказать наверное чтобы пустили сначала да нужно иметь что-то сказали что не кто-то должен сказать а что-то на ну и это в том числе и кстати если барс мне кажется услышит вашу оценку того что они обслуживают исключительно правительственные не исключительно исключительно добавили жилья на обиде сборки я решил свою а яблоко в иванове это оппозиция до безусловно оппозиция кому чему оппозиция той системе которая выстроена с точки зрения государственного управления по моему ни для кого не секрет что государственные структуры и вообще система управления страной хозяйством городом без агитации да 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 она вот эта система она выстроена неэффективно начиная правоохранительные органы система поддержания жизнедеятельности города там много таких моментов где мы просто невооруженным глазом видим что есть много проблем и вот на эти проблемы нам сейчас дают ответ еще больше чиновников еще больше контроля еще а яблоко наоборот как оппозиция либеральная она выступает меньше ком то есть вы будете бороться с системой конечно хорошо недавно вы заявили об отказе участвовать в координационном совете парламентских партий и обвинили россии и единую россию естественно ее лидера сергея пахомова в доминирование на политическом пространстве и в желании верховодить процессом после этого вы спокойно пришли на подобное заседание в общественную палату которые у нас как бы не замечено в свободомыслии и на эту тему спокойно дискутировали вот у нас есть с этим вопрос не участие в одном декоративном предприятии мероприятии участие в другом это ваш личный выпад против пахомова или это наоборот такая грамотно спланированная вместе с ним пиар-линия после которой вас еще раз показали все правительственные сми значит по поводу координационного совета это действительно даме это тот орган в котором они хотят занимать доминирующее положение тот орган вот мне это видится так что там собрались люди лучше бы они в приемную единой россии пришли пожаловаться да там кого-то кран не течет у кого-то кого-то экология беспокоит так идите в приемную единой россии зачем вы своей партии по нас создавали и пришли к пахома ужаловаться понимаете вот для меня это выглядит так яблоко с позиции борьбы с позиции борьбы на политическом пространстве в таких вещах не участвует сравнивая с общественной палаты обратите внимание алексей там был предметный разговор о том как нам проводить честные выборы это был предметный разговор где сидели из у в д люди где сидели люди из общественной палаты рф то есть там был предметный причем жесткий разговор как нам проводить честные выборы они наверно знают да тут даже не проводят в сентябре нас ждут выборы в областную думу вы сформировали свой партийный список предварительно да но разумеется это еще пройдет какие-то штриховку небольшую обкат ну я за конференции срезали она какие деньги вы будете вести в предвыборную агитацию у нас есть договоренности с федеральным яблоком точно так же как они поддерживали в анапе не тогда у нас список и причем делали это очень как бы эффективно также они ивановскую область мне нравится вы знаете я не буду скрывать что это не единственные средства но сейчас мы откроем счет вы можете прозрачно прозрачно совершенно проследить я надеюсь что нам немного помог помогут предпринимателям там знаете там по всегда это и на сколько мест в будущей дуне вы рассчитываете если совсем прагматично без розовых очков так скажем рассуждать мы рассчитываем на 2 потому что мы готовили за розовых очков до на 2 очков да хорошо потому что потому что они вы есть вопрос есть ответ понимаете мы ставим цель как образ желаемого результата если мы не будем ставить такие амбициозные цели мы не будем вообще достигать ничего-либо поэтому мы рассчитываем на два места одно место мы рассчитываем пройти по списку разумеется да и второе место мы будем ввести несколько одномандатников но не сказать что их будет много но их будет несколько и ясно да да спасибо дали это все напоминаю что у нас в гостях был данил обедяев лидер ивановского отделения партии яблоко чуть-чуть низкого родина а я алексей машкевич с вами прощаюсь до свидания спасибо да наш гость сейчас что-нибудь скажет еще в программе по скрипту до свидания кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кюхин улица октябрьская 12 во первых я хочу поблагодарить за приглашение все-таки я оказался в числе первых кто кого на эту передачу пригласили но второе я считаю что передача очень смелая точно так же как и все другие проекты алексея машкевича там которые апеллируют не только какими-то фактическими данными из пресс-релизов сухими неинтересными но и апеллирует такими вещами как слухи о слухах всегда приятно поговорить в том числе в россии это особая особый жанр творчества слухи но как мне показалось что могло быть и жестче я ожидал еще более жесткого разговора поэтому я благодарю что все было не так жестко и спасибо большое еще раз что пригласили а